Легенды сверхъестественные представляют Страх перед наступлением нежити начался еще тысячу лет назад. Понятие мертвых людей, выходящих из своих могил, насчитывает десятки тысяч лет. Во многих цивилизациях мира существуют суеверия и легенды о нежите. Когда древние люди серьезно верили в зомби, оживших мертвецов. История о зомби восходит ко многим мировым культурам. Можно сказать, что это явление является всеобщим достоянием. Слово зомби означает реанимированный труп, который вновь появляется в мире живых. В гаитянском фольклоре зомби – это мертвое тело, которое было реанимировано черной магией. Слово впервые вошло в английский язык в 1819 году. В Сирии археологи обнаружили черепа, в районе которой они датировали, в 10 тысяч лет. Кто-то специально удалил голову от тел, оставив странную тайну этих захоронений. По-видимому, этот ритуал был традицией в течение некоторого времени в регионе Европы, а также Ближнего Востока. Поскольку археологи нашли другие области, подобные этому захоронению. В норвежской мифологии описывается драугр. Слово драугр характеризует восставшего мертвеца, которые живут в гробницах, но могут выбираться на поверхность, чтобы посетить живых и найти жертву. Драугры, как правило, очень большие, уродливые черные мертвецы. Если вошставший мертвец укусил живого, то укушенный человек становится драугром. Норвежский монстр убивает своих жертв, сокрушая и съедая их живыми. Однако, в отличие от современного зомби, драугр владеет рядом сверхъестественных магических способностей. Многие десятилетия зомби были привязаны к поп-культуре. Но лишь в последнее время вышли на первый план. Во многом благодаря сериалу «Ходячие мертвецы», который достаточно правдоподобно обрисовывает постапокалиптический мир. И хотя главные герои сериала – мертвые монстры, жаждущие человеческой плоти, многие из нас верят, что такое может случиться с нами в один прекрасный день. Более того, особо рьяные фанатики даже разрабатывают особые планы выживания в случае наступления зомби-апокалипсиса. По мнению большинства людей на Земле, есть что-то зловещее в том, как пустая человеческая оболочка бродит по Земле. Несмотря на то, что истории происхождения зомби несколько туманны и часто расходятся во многом, это не мешает им быть популярными как никогда. Современные зомби в наших фантазиях эволюционировали от печально измученной души до голодного монстра. Но что мы можем сказать о реальных свидетельствах появления зомби? Реальны ли они? Можно ли объяснить этот феномен с научной точки зрения? Многие ученые считают, что это возможно при применении каких-либо сильных ядов, вызывающих смерть головного мозга и буквально превращающих человека в ходячего мертвеца. А на этом у меня все. С вами был канал Легенды Сверхъестественные. Я прошу вас подписаться на мой канал, оставить комментарии, а также поставить лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok